То, что мы вам сейчас демонстрируем, показывает то, что немногим и свойственно. Потому что это, казалось бы, неправильным, но правило такое существует. Мы летаем так, как нам это хотелось бы сделать, когда мне было всего-то два горшка от вершка. Да, именно тогда, когда мне стукнуло 10 лет, я захотел летать. Точнее, летать я хотел всегда, но чтобы построить радиоуправляемый самолет, и в нем-то в небо... А вот этого хотелось сильнее других. Может быть, я тогда и не понял, но нас-то было трое. Я, Костик Киршов и Виталий Горкин. Кои в те молодые годы строили себе самолеты под управлением Виктора Цыганова. Точнее, он-то летал, а мы-то строили. А других-то в то время-то и не было. И аппаратура-то была у Цыгановы, и имя ее было Сигнал и Новотроп. Точнее, летал-то он на Сигнале. А отечество переживало, ломалось, но мы строили. И где наши планеры, я-то и не понял. Но я первый в городе полетел на самолете, первый поднял радиоуправляемый планер на электротяге, и первый запустил радиоуправляемый самолет, тоже на электричестве. То есть, в чем-то я был первым. А потом началось. Конечно, и не сразу, и не скоро. Купил я нормальные агрегаты о 2,4 ГГц. Но, по-моему, до сегодняшнего дня я являюсь владельцем самого большого парка радиоуправляемых самолетов. А вот теперь о том, сколько это стоит. Вы, естественно, пока моих самолетов здесь не увидите. Но теперь станет всем ясно. То, чем занимаемся мы, это не для нас. Мы старперды авиации. Но вот таким агрегатам нужна молодежь. Теперь цена. Если ваш мотопед звонит по айфону, то за дивную 20-тысячную рублевую фигню вы легко можете купить 3 агрегата. Кстати, не покупайте эту хрень в гипермаркетах Хобби Остров. Не надо быть идиотом, чтобы кормить придурков из Питера. Но вы придите ко мне и позвоните по моему телефону 8 952 526 68 65. Или сходите туда, где бы хотят все пенсии. А это Магнитогорский аэроклуб. И узнайте, что за 10 тысяч рублей вы купите себе замечательный передатчик, планер и пилотажку. Но может быть чуть больше. И поучившись либо у меня, либо у других человеков, научитесь летать. А дело-то выгодное. Вы просто представить себе должны, что армия США за год или за несколько разбила 500 беспилотников. То есть пилоты сидели на базе, а беспилотники рушились. И не надо объяснять, что сие и для российской армии необходимо. Потому что из 500 тысяч жителей Магнитогорска летать на беспилотниках могут только 20 человек. Блин, да я бы пошел бы в армию. Представляете, у нас в большем количестве те, кто летают на самолетах, чем пилотов радиоуправляемых агрегатов. Ну и кстати, о нас знают и ФСО. Так что надо будет, пойдем послужим родине. Кстати, насчет родине служить. А вот у нас, сори, в основном все бухают. И только кое у кого и в голове не так. Хотя, как показала практика, искусство полетов не пропить. Но если вы подумаете и поймете, открыть все это у вашего молодняка. Причем не только у молодняка, а иногда и девушки летают круче, чем мужики. Но только подумайте, вот сколько беспилотников в разы круче, чем обыкновенные самолеты. И вы сможете ими управлять. А по сути, беспилотники лишают все. И рано или поздно в то время тех, кто управляет, рухнет. Ну не полностью, конечно, но в бою будут одни беспилотники. А вы знаете, как мы теперь заботимся о нашей армии. И те 10 тысяч, и возможно меньше, и куда все вы это потратите? Да вы не такой крутой перец, как я. Да вы не так пишите и снимаете, но разница только в одном. Сраные, долбанные 10 тысяч рублей. Потратьте на сына, либо дочку. И возможно, что рано или поздно, если вы не будете зашибать на свою семью, а будете вместе рисачить по полю за планером. И через 2 года, и вы, и ваш сын потихоньку полетите. Но, скорее всего, ваше чадо даст не только вам просраться, но и остальным. Но как оно стоит того? Кстати, о пенсиях, о зарплате и о хате. Я как-то в этом сюжете вам-то и говорил. Сделайте сына-беспилотника. И ни о зарплате, ни о хате, ни о его пенсии беспокоиться не будете. А что же надо? Завести визу, зарегистрироваться в PayPal и покупать товар в Китае, либо Штатах. Поверьте, цена везде одинакова. Вот только не покупать у наших барыг. Ну а дальше звоните либо мне, либо есть еще несколько человек, смогущих обучить вас и вашего дитя полетом. Так что сумма на полеты совершенно небольшая.